Сейчас касаясь вот этой нашей работы, которая у нас была вчера. Вчера вы познавали, сегодня профессионализм ваш должен повыситься, и я поэтому вам немножечко уже хочу сказать то, что вчера вы наблюдали, а сейчас мы это немножечко структурируем. Методы, которые передаются из рук в руки, они не передадутся, и человек не получит знаний и обучения. Если будет сначала информация, а потом чувствуем. Я не просто струю, но вы потом уйдете и скажете, что-то они как-то непонятны, почему вы ничего нам не рассказали. Потому что сначала нужно научиться чувствовать. И только за этим, на то, что вы уже получили, вы получаете какую-то другую информацию, которая дополняет и объясняет то, что вы чувствовали. Почему? Если я вам сейчас скажу, давайте так посмотрите в зале, каждый смотрит свое. Да? Каждый видит свое. Если я сейчас каждого из вас очень быстро, что ты видишь? Канаты с колочкой. На доске такие вот колочки? Какие? Блески на колочке. О! Что вы, шторы? Ага, вашу колочку красивую. О, вешение, в общем. Вот я не буду дальше. И видите, все разные видят. То есть, в принципе, каждый начинает ощущать, и дальше он начинает рассматривать. И он свое. В конце концов складывается определенная система. Но как мы ведем ребеночка? Мы ведем на улицу, да? Вот. И начинаем говорить. Вот сначала он просто, а потом говорим. А вот это? Это солнце. А вот это вот то-то. И вот, но он сначала чувствует пространство. И он к нему открыт. И после этого туда закладывается информация. Все такие сакральные методики, они в первую очередь идут через сначала раскрытие чувствования вот этой вот тактильности там разной. Пока мы только тактильность вам даем. А далее уже идет информационная. И так вот сегодня как раз мы говорим частично, каждый раз у нас вот так и наибудь. Шеверт на вывод для всех других. Ну вот так. Итак, значит, когда человек дышит, вы сейчас уже знаете, у всех было дыхание разное. Значит, какое у нас бывает дыхание? Поверхностное. Кто-то может даже скажет, у меня было поверхностное. Глубокое. Рваное. Неполное. Дыхание на вдохе. Дыхание на выдохе. Ну это как минимум просто, да? Все помнят, сейчас вспоминают свою практику, что это все было. На самом деле, очень важно понять, что у нас есть этапы дыхания. Это вдох, слегка обычная, минимальная какая-то пауза, как музыкальная такая, ауф-такт и выдох. И тоже у нас здесь ауф-такт и вдох. То есть перестройка идет вот вдох. Но это я вам показываю резко. Резко ничего не бывает. Вдох, как бы оно еще получилось, и выдох. Оно должно быть плавненько такое вот. И там вот так вот у нас все работает. Очень мягко и плавно. Когда нарушаются этапы этого дыхания, значит где-то что-то у нас застыло. Очень многие были на застыщем вдохе. То есть грудь распирает, потом дальше живот распирает, внутренний орган распирает. Вот я частично вчера вам говорила, да? И вот на выдох. Выдохнуть он никак не может. Он хочет выдохнуть, но не может. И вот у кого было вчера такое дыхание, обратили внимание, что когда вам выдох, вам так и хочется, ну еще туда поглубже, поглубже вот продохнуть как-то. А у тех, у кого была наоборот остановка боли и концентрация на выдохе, то все время хотел вдохнуть, а потом выдохнуть. Потому что то, что не хватало, то в конце концов тело воспринимает. И постепенно приходит к тому, что это гармонизируется. Спокойный вдох и спокойный выдох. Значит, очень часто информация есть такая. Вообще много информации неправильно. Вот я бы как сказала. Если вы косметесь каких-то там книг по дыханию, вам сразу будут там сразу первые, что вот диафрагма, диафрагма дышит, поэтому мы дышим. Сейчас вы понимаете, что диафрагма, она посередине. И диафрагма, это знаете, как это, вот барабан, есть натянутая кожа. Вот диафрагма, она как раз, как ее натянут, так она и будет на барабане. А если барабан будет сжиматься и разжиматься, как наша грудная клетка, то диафрагма будет дышать. То есть она на самом деле не сама вот в таком напряжении, а вот эта грудная клетка, ей создает определенное напряжение. И если мы снимаем напряжение с грудной клетки, диафрагма у нас тоже сама успокаивается и восстанавливается у нас далее дыхание. Значит, в теле у нас вот такой вот диафрагма делит пополам тело. Идет вдох, очень часто еще такой вдох, как бы тут, да, говорят, что это неправильно. И люди начинают дышать животом. И вот у нас сейчас все больше и больше вот такого положения народ. Молодежь идет, да что же они какие-то. И вот они, а уж к старости, ну что это. Конечно, чем больше вы будете дышать, это все будет проваливаться. И к старости появляется вот такой человек, который еле-еле двигается. Но хочется к старости быть стройным, во-первых. Во-вторых, это всегда приводит к каким-то заболеваниям бронхолюбочным, быстрым простудам, потому что легкие задавленные. И далее тут проблем много. Значит, что мы делаем на самом деле? Как наше тело дышит? Наше тело дышит, в первую очередь, для этого грудная клетка. Она создана для того, чтобы легкие раскрывать и закрывать. Так вот. Даже не то, что раскрывать и закрывать. Расширять, сужать. Поэтому дышим грудной клеткой. Животик, наши русские богатыри, какие вы все, а, вышел утром. Растянулся, что сделал? Вдох. А тут вам говорят по современным всяким каким-то технологиям. И йоги якобы живут дышать, дыхание. Посмотрите йоги, на самом деле не совсем так. Как-то в России все это поступает в искривленном каком-то зеркале. Кто как понял, то и трактует. Но все-таки природа есть природа. И так у нас грудная клетка, она для того, чтобы легким позволить расшириться. И вот они дышат. Пока это нарушение есть, все остальное будет дисгармонично. Поэтому мы так долго сидим на грудной клетке. И поэтому так важно первая и вторая ступень грудная клетка. Значит, у нас здесь, сразу же еще немножечко в преддверии скажу, чтобы вы потом поняли, что будет на второй ступени. Они очень часто так удивляются, что ему ничего. Ну, сколько же. Вот дышим, дышим. Дело в том, что у нас здесь один слой кожи. За кожей есть фасты. Там у нас еще есть фастальные листы. Грудная клетка фастальная. Выстил за грудной клеткой фасциальный. И то есть вот у нас вот эти вот все фасты, они выполняют определенные функции. В первую очередь функции поддержания прямолинейного состояния и того состояния, которое вы команду дали. Каким образом? Психосоматически мы тоже можем сделать себе большие проблемы. Значит, теперь вы уже точно знаете, что вы утром просыпаетесь и говорите, я хочу на рамку. Как я хочу. Ой, какой мой начальник, сволочь, гад, но я хочу его видеть. И вы вяжете, у вас ноги великолепно двигаются. А теперь еще другое. Когда вы приходите на работу и к начальнику, и вот как-то оно внутри трясется, и вот это вот внутри сжимается, и все. И вы заходите, и внутри сжали. Хорошо, допустим. Это я, то, что происходит внутри, тут вроде бы оно там, но коленки трясутся, и вот оно как-то вот идет. Переговорили, сказали, получили по балде или получили по хвалу, вышли. Или как на экзаменах то же самое. Вот с экзаменами, наверное, картину, у вас сразу больше много вариантов. Все сдавали экзамены. Вот, все заходят трясутся. Практически могу сказать, там 99% считают, что они ничего не знают, да? Вот, и у всех это волнение. Зашли, сдали. Выходит, значит, выходит кто-то, его спрашивают, ну какой я спрашиваю. И вот он пошел. Все, у него напряжение там, вы понимаете, да, и дальше он трясущимся. Продолжение следует.